Привет всем после долгого молчания вынужденного бана. Не знаю, насколько теперь мне позволят говорить, но пока такая возможность есть и хотелось бы обсудить темы недавнего времени. С одной стороны, это оказалось даже хорошо, что меня не было во время опубликования так называемого кремлевского списка, так как по прошествии всего нескольких дней стали выясняться интересные подробности, и у меня есть возможность прокомментировать этот странный список несколько с другой стороны. Я, как и все, был удивлен тому, насколько незубастый получился список. Ведь столько говорили, обсуждали, 180 дней, и вот произойдет нечто, что содрогнет стены Кремля. Практически все политологи, в том числе и Андрей Пянтковский, предсказывали некую информационную бомбу, а за ней мощные санкции американцев против России. И вдруг появляется какой-то очень странный список, который тут же все эксперты называют пофигистским списком, списком американцев, показывающим, что они ничего против Владимира Путина применять не собираются. Это было странно, это как-то совсем не совпадало с тем настроением, что было в Америке, и с тем, что от американцев ожидали. И вот теперь выясняется, все не так-то просто. Оказывается, список изменился до неузнаваемости после того, как попал на стол Трампу для того, чтобы он его заверил и поставил свою подпись. Очень многие американские журналисты утверждают, что список, который готовила специальная комиссия, состоял совершенно из других фамилий, и что в момент подписи Трамп подменил список на абсолютно безопасный для Владимира Путина. Например, из списка исчезли фамилии всех пропагандистов, которые там были, Соловьева, Киселева, Эрнста, Кулистикова, Скобеевой, Поповой и всех остальных. Исчезли фамилии Чубайса, Набиулиной, это уже все обсуждали. А то, что осталось в списке, и так давным-давно всем было известно и уже перечислено в предыдущих списках. Так вот, в отношении Трампа все становится еще интереснее. Как вы знаете, сейчас в Америке действует Следственный комитет под руководством некоего Мюллера, который настроен во что бы то ни стало докопаться в этой истории до истины. И сейчас он заявляет о том, что следующим этапом его расследования будет персональный допрос Трампа и обязательно под присягой. Они хотят подвести его под закон дачу ложных показаний. Так как во время допроса Трампа они, скорее всего, будут задавать ему вопросы, ответы на которые они уже знают. И эти вопросы будут касаться сына Дональда Трампа, а также его зятя Кушнера. Непосредственные их связи с Кремлем и сделки, на которые они пошли. Трамп, скорее всего, начнет врать и будет выкручиваться. Ну а если он это будет делать под присягой, то его можно будет потом привлечь за дачу ложных показаний. Дальше это станет точной причиной к импичменту и объявлению его в государственной измене. Вот именно к этому подводит Мюллер. И, естественно, Трамп сейчас делает все для того, чтобы скомпрометировать это следствие против него. Но дело в том, что Трампа подозревают не только в том, что он сейчас мешает свершиться правосудию, но и список его подозрительных связей в отношении с Кремлем и персонально Путиным растет. Этот список заключается в следующем. Первое. Трамп ведет себя как человек, который знает, что расследование Мюллера закончится не в его пользу. Знает кошка, где сметану съела. Он почти уверен в том, что Мюллер докопается до правды. И как бы уже смирился с тем, что импичмент ему светит так или иначе. Трамп уже начал заявлять следующие неоднозначные вещи. Даже если сговор с Россией был, то это не преступление. Его буквальная фраза. Второе. Флинн утверждает, что на установление незаконных контактов с Россией его отрядил Трамп. То есть его непосредственное близкое окружение сливает Трампа. Третье. Дональд Трамп предложил возможность рассмотрения отмена санкций против России в обмен на так называемое сокращение ядерного вооружения в России. Можете представить себе более размытые планы. Четвертое. Стив Беннон, главный стратег Трампа, глава его избирательного штаба, назвал сына Трампа и его зятя изменниками Родины и непатриотами. Пятое. Когда 8 января спецпрокурор Мюллер заявил, что проведет допрос Трампа под присягой. 10 января через два дня Трамп призвал республиканцев взять под контроль расследование Мюллера. То есть любые попытки привлечь его самого к трибуналу или хотя бы к даче показаний, он старается изо всех сил предотвратить. Шестое. Тактика защиты, выбранная Трампом, проста. Он пытается скомпрометировать расследование, имеющее целью выяснить, не является ли президент США или первые лица его окружения агентами России, а лишь пытается представить, что конфликт, который у него возник, это лишь обычные партийные дрязги между демократами и республиканцами. Седьмое. Трамп начал генеральное наступление на расследование спецпрокурора Мюллера. Доведен до отставки основной помощник Мюллера Мак Эйб. Палата представителей рассмотрит вопрос о приостановке расследования. Девятое. Трамп и его министр финансов Мнучин отказались вводить какие-либо санкции против России, в то время, когда весь Конгресс на этом настаивал. И последнее то, в чем сейчас подозревают Трампа, что Трамп лично подменил в последний момент подготовленный экспертами за полгода список на простой перечень российских миллиардеров и высших чиновников. То, что и привело к всеобщему разочарованию на российской и американской стороне. Этого никто не ожидал. И от этого списка единственный, кто выиграл, естественно, Владимир Путин. Другими словами, противостояние России замедляется тем, что внутри Белого дома находится кремлевский крот. И до тех пор, пока он действует, пока еще на него не надели наручники или не отстранили от власти, любые действия против Владимира Путина и его верхушки будут затруднены. И только после того, как Трамп будет устранен, мы, пожалуй, увидим реальные действия американцев против путинского режима. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok